Ребята, что-то мы стали забывать, мне кажется, про компанию ITEL, все, Infinix и Tecno, а эти-то ребята тоже выпускают неплохие бюджетнички. Например, этот телефон сейчас можно купить всего лишь за 12 тысяч рублей. И за 12 тысяч рублей он вам предоставит 256 гигабайт внутренней памяти. Кто еще может такое дать? ITEL это очень такое уникальное предложение. Модель называется P55+, именно с плюсом. Есть еще без плюса, я взял на обзор плюсовую версию. Давайте покажу, сколько сейчас он стоит и какие есть вариации по цветам. Итак, сейчас, как вы видите, у него акционная цена стоит 12 тысяч, а изначально цена 13 тысяч. То есть всего 1000 скидка, но даже если 13 будет стоить, все равно это не так уж и дорого. Продается он в двух цветах, это зеленый цвет и черный цвет, всего два цвета на выбор. Черный цвет он просто, ну, сплошняком идет темный, да? А зеленый он типа как на две части разделен и из-за как кожи. Что-то черный не хочет подружаться, сайт заглючил. Короче, я взял зеленый, потому что он смотрится немножко поинтереснее. Сейчас покажу. И у него будет 8 гигов оперативки и 256 встроенной памяти. Представляете, как много? Еще недавно за такие деньги, за 12-13 тысяч можно было купить телефон только с 64 гигабайтами, а сейчас уже 256 гигов. Итак, поставляется он вот такой коробки. Здесь есть логотип NFC. Это круто, значит, будет работать бесконтактная плата. Диагональ экрана здесь 6,6 дюйма, 90 Гц, 45 Вт, зарядка. Это тоже неплохо. И что здесь еще написано? Ну и сзади основные все характеристики. Батарея там, мощность зарядки, камеры, короче. Ну все-все-все просто расписано. Я люблю такие коробки, на которых, в принципе, все уже и так понятно. И телефон нарисован, и видно, какие характеристики. Все удобно и понятно. Смотрим, что в комплекте. В комплекте идет сам телефон, 45 Вт, быстрая зарядка. Здесь вот какие-то гарантийные, типа сертификаты, инструкции. Иголочка упакована в пакетик, чтобы открыть сим-лоток. Ух ты, чехол даже есть. Смотрите, какой чехол. Прозрачный, силиконовый, крутой чехольчик с вырезами под камерой. Камеры здесь большие. Кабель USB Type-C белого цвета. И вот такая вот 45-ваттная быстрая зарядка. Я уже видел такую же зарядку у Infinix и у Tecna. Именно такую же. 45 Вт. Ребята, вообще супер! За 12-11 тысяч, за 12-13. Можно получить телефон 256 гигов и быструю зарядку 45 Вт. Как вам такое? Apple, учись! Apple, учись! Так, ну что ж, сам телефон показываю. Я взял в зеленом цвете, потому что черный, ну, слишком простенько. А зеленый выглядит интересно. Так, открываю. Смотрите, здесь уже наклеена пленка. Но мне как показалось, что она немножко наклеена кривовато и больше смещена в правую сторону. Если вот посмотреть по камере, да, то здесь видно, что она как бы немножко вынесена вправо. С этой стороны, смотрите, какой отступ небольшой от рамки. И с левой стороны намного больше. То есть чуть-чуть наклеили, не совсем симметрично. Но он, видимо, и ехал как-то по этому. Бац, налепили и все. Ну, бывает. В принципе, ничего страшного. Вверху написано Design by ITEL. Телефон пластиковый. Вот эта рамка пластиковая, но она как бы такая глянцевая пластиковая. Справа кнопка включения, в ней же сканер. Давайте сейчас сразу спущу. И регулировка громкости, качелька громкости. Внизу разъем для наушников есть. Знаете, похоже на что? На елочную игрушку. Вот это вот покрытие такое, знаете, глянцевая глазурь какая-то. На елочную игрушку. Так, вот здесь динамик. Это разъем для зарядки Type-C. Микрофон. И с левой стороны SIM лоток находится. Все, телефон пока запускается. Я открою. О, кстати, смотрите, вот заднюю-то спинку не показал. Здесь типа мягкое покрытие, как эко-кожа. Типа прострочка такая. На ощупь очень приятное, мягкое реально покрытие. Написано Power, мощь. И выглядит, ну, выглядит солидно. Две камеры. Раз, два. И здесь еще вспышка четырехсекционная. Да, четыре стадиодика небольших. Глазок камеры большой. Здесь тоже большой. Ну, в общем, за свои деньги выглядит вполне себе неплохо, мне кажется. Нормально. Дизайн такой приятный. Такой ненавязчивый зеленый цвет. Легенький. Вот. Ну и что ж, давайте посмотрим SIM лоток. Открываю. Так, и наверняка здесь можно поставить флешку. Обычно такие телефоны... О, предусматривают. Да, флешка. Две SIM-карты формата. Ну, просто идеально. Все. Поехали. Разблокирую телефон. И... Та-дам! Телефон у меня включился. Включился. И посмотрите, что здесь характерно для бюджетного телефона. Это то, что довольно большая рамка внизу. Подбородок большой. Ну, это у всех так. Вот он. Видите, какой? Большой. Большеватый. И довольно крупная еще фронтальная камера с обводкой. С черной. То есть, если посмотреть, ну, могли бы сделать поменьше. Но за 11, за 12 тысяч, ну, е-мое, ну, нормально. Пойдет. Я думаю, что люди не будут к этому особо придираться. Так. Что у нас здесь по... Ну, значит, три сенсорных кнопки, либо жеста. Я поставил три сенсорных кнопки. Сразу посмотрю, что за Android. Интересно. Так. Мой телефон. ITEL. Версия 13. Based on Android 13. К сожалению, 13-й Android. Я думал, может быть, уже сразу 14-й будет современный. Но нет. Есть функция расширения оперативки. Сейчас по умолчанию установлено 8 плюс 5. Я ничего не трогал. Все это было уже сразу из коробки 8 плюс 5. Итак, по габаритам. Давайте посмотрим. Габариты у этого телефона таковы. 8 миллиметров толщина, 187 граммов. Это вес. Если говорить про длину, то длина здесь 163,6 миллиметров, а ширина 75,6 миллиметров. То есть, ну, такая диагональ. Вообще, то есть, размеры типичные для современного телефона. Кстати, есть раздвигаемая вот эта дырочка, как на Infinix, их на Tecna абсолютно то же самое. Такая некая анимация присутствует. И разблокировка по лицу есть. Также есть разблокировка по сканеру. Просто касаюсь. Сканер работает быстро, кстати. Вообще, моментально. Разблокировка по лицу даже чуть медленнее работает, чем сканер. Анимации приятные, красивые. Мне нравится. В принципе, смотрится. Смотрится довольно неплохо. Итак, что у нас по другим параметрам. Здесь установлен IPS-экран на 90 Гц. И это HD+. Поэтому, если при детальном рассмотрении приближат экран, то можно будет рассмотреть пиксели. Пиксели рассмотреть можно, но тоже за такие деньги особо это не беспокоит. В настройках экрана можно поменять тему, поставить темную тему, светлую тему. Отрегулировать яркость. Не обязательно ходить с полной яркостью. Можно убавить ее. Можно поставить автоматическую регулировку. Какой-то самый оптимальный вариант, наверное. Я для видео просто ставлю 100, чтобы был максимально яркий экран. Тайм-аут экрана поменять. Через сколько он у вас будет автоматически гаснуть. Я поставил максимум тоже сейчас. Частота обновления. 60, 90, либо автоматический режим. Автоматически он сам будет регулировать. Режим защиты зрения. Экран становится желтым. Глаза не так сильно устают. Можно шрифт немножко увеличить. Но здесь всего три регулировки. Средний, большой, маленький шрифт. Не такой большой выбор. Автоповорот экрана включить, выключить. Экран блокировки. Что будет показываться на экране блокировки. И строка состояния. Я здесь вырубил вот этот показатель. Скорость интернета. Мне кажется, он только мешает, загружает эту строку. Поэтому я его всегда убираю. Зачем мне знать, да? Поэтому я убираю. Можно даже убрать уровень заряда в процентах, чтобы тоже... Ну, я знаю некоторых людей, это нервирует определенный процент. Они сразу нервничают, что мало батареи. И они убирают процент, чтобы не видеть. Чтобы просто смотреть на значок. Вот. Но я люблю процентаж. Поэтому я ставлю. И можно даже вот эти все уведомления, значки уведомлений тоже скрыть. Ну, можно... Тут, короче, сами решите. Если вы любите такой минимализм, можно все нафиг вообще поотрубать. Вот. Обычный экран. Обычный, типичный, дешевый экран. Ну, как дешевый. Бюджетный, так скажем. Есть телефоны еще дешевле. По 5, по 6 тысяч. Этот все-таки уже стоит за 10 тысяч. Так что это такой обычный IPS-экран, от которого, в принципе, глаза не устанут. Ну, яркость более-менее нормальная. Углы более-менее нормальные. Насыщенность приятная. То есть, ну, можно пользоваться. Реально пользоваться можно. По процессору здесь установлен самый, наверное, бюджетный сейчас процессор из актуальных восьмиядерных Unisoc Tiger T606. Но хочу отметить то, что он хотя бы мощнее, чем тот же самый Mediatek Helio G36, G35, старый Unisoc SC9863. То есть, в принципе, он бюджетный, но он неплохой за свои деньги. Два мощных ядра есть, Cortex-A75, шесть энергоэффективных. И в целом, вот телефон ты берешь в руки, пользуешься. Ну, да, он не супербыстрый, не суперреактивный, но пользоваться можно. Он не лагает, не тупит. Здесь довольно много памяти. 8 гигов оперативы. Это вообще шикарно. 256 гигов внутренней памяти. Причем память UFS 2.2. Видеоядрышко Mali-G57, которое позволит игры тянуть. В Antutu он у меня набрал за 200 тысяч баллов. 260. То есть, тоже неплохо для нового бюджетного телефона. При этом нагрев всего до 36,7 градусов. Почти идеальная человеческая температура тела. Да, 36,6 считается идеальная. А здесь 36,7. На 2% аккумулятор разрядился. То есть, это энергоэффективный, простой бюджетный процессор. Скорость соответствует стандарту UFS 2.2. Ну, за эти деньги, среди новых телефонов, это считается неплохой результат. Реально. По мультитачу, вот главный вопрос. 5 касаний или 10? Давайте проверим прямо с вами. 1, 2, 3, 4, 5. 5 касаний отрабатывает отлично. Теперь момент истины. Шестое. Нет. Все-таки здесь тач не самый крутой, не на 10 касаний, а на 5 касаний. Ну, тоже не проблема. 5 касаний тоже нормально. 5 касаний он одновременно отрабатывает. NFC-модуль. Ну, уже была наклейка, да? Вы видели, что наклейка есть на коробочке. NFC здесь есть на этом телефоне. То есть, можно настроить бесконтактную оплату. Ну, и тест на троттлинг, как всегда у этих Unisoc'ов, T600 линейки, всегда троттлинга нет. И всегда, что в начале, что в конце теста, результат одинаковый. Полностью зеленый график. Троттлинга нет. И нагрева нет. А почему? Потому что частота небольшая. Здесь максимальная частота у процессора всего 1,6 ГГц. То есть, ну, тут троттлить-то особо нечему. Ну, и для примера, игра в PUBG. Смотрите, я приземлился в какое-то место интересное. Здесь вот склад типа. Типа склад. Я сюда забежал. И здесь, как я понял, один динамик, не стерео. Динамик только нижний. Вполне можно поиграть в PUBG на этом процессоре, но на средней графике. Графика средняя. Так. Что за бассейн? Бассейн какой-то. Так, здесь кто-нибудь кроме меня есть, нет? Пока никого не видать. Ого. Рюкзачок. Сколько здесь всего, а? Собирай и собирай. Так, там уже, наверное, выход. Я туда не пойду. А вот здесь еще можно побегать. Сковородочку. О, там что за ящик стоит? Ё-моё, там ящик какой-то интересный. Вот я тут набрал всего. Обалдеть. Как до того ящика туда добраться, не пойму. Может быть, через эту дверь? Нет. Это на выход. Блин, вот это загадка, конечно. Как до того ящика было добраться. Ну, ладно. А вот такую, ребят, игрушечку знаете, нет? Надо, короче, пройти как можно дальше. Пропрыгать. По опасным улицам, короче, где машины ездят. Ай. Ну, давайте еще разок попробуем сейчас. Так. Поехали. Опа. Видали как? Так. Так, так, так. Давай, давай, деревяшка, быстрее. Смотрите, как играть надо, ребята. Вот это да. Вот это опасность. Ребята, вот это опасность. Вот это я рискую. Ай. Все. Камеры. 50 мегапикселей. Основная камера плюс 0,08 дополнительная. Ну, это типа для портретов. Чисто для портретов, для размытия заднего фона, датчик глубины. Фронталка на 8 мегапикселей. Камера одна. Давайте попробуем что-нибудь сфотографировать. Ну, конечно, это бюджетный телефон. И глупо от него отжидать уровня какого-нибудь фотофлагмана. Так. Режим 50 мегапикселей. Как его включить? Нужно зайти в подробнее. И здесь Ultra HD. Вот он. Не очень интуитивно понятно. Лучше бы сделали бы вверху где-нибудь переключатель, кнопочку 50 MP. Так было бы понятнее. Я думаю, так было бы яснее. Так. Делаю несколько фотографий. Так. Вот несколько фото в 50 мегапикселей. Смотрим, как это выглядит. Ой. Что, все? Не, ребят. Ну, конечно, на 50 мегапикселей особо это не тянет. Фотка получается довольно такая смазанная, простая. Ну, если приблизить, то детализации нет вообще. Посмотрите, что это такое. Что это такое. Камеры здесь, конечно, не особо. Кто-то, а почему... А, вот-вот, все, есть. Во всех фотографиях по умолчанию ставится такая вотермарка. Сделано фото на Power P55+. Но я это уберу сейчас в настройках, потому что не хочу, чтобы это было... А если вблизи фотографировать какой-то текст, то, в принципе, все видно, все четко. Так. Заходим обратно сейчас в настройки. И водяной знак убираем. Он мне не нужен. Есть даже, смотрите, портретный снимок. Сейчас попробуем сделать портрет. Реально ли он работает. Ну и посмотрим. Размытие... Ой, блин, да какой это портрет. Ну, так себе, конечно. Лучше портретные снимки не делать. Лицо получается нечеткое и все какое-то размазанное. Не хватает резкости, какой-то четкости. Так. Красота. Режим красоты. Режим фото. Видеозапись. Full HD 30 кадров, либо HD 30 кадров. С фронтальной камерой то же самое. Так. Фронталочка. Есть ли здесь вспышка? Да. Вспышка здесь отдельная есть. Как и на многих телефонах Tecno и Infinix. Так. И вот как выглядит фронталка. Кстати, фронталка очень нечеткая для 8 мегапикселей. А вот задняя камера для 50 не особо. Но вот фронталка прям честные 8 мегапикселей и прям нормально. Реально фотоит. Так. Если я сфотою сейчас что-нибудь в темноте. Я режим Super Night проверю. Ночной режим работает. Но тоже опять, если начинаем приближать, то видна вот это вот мыло, каша. То есть нет резкости, четкости. А так в принципе все работает. У нас вот, кстати, снег выпал. Очень необычно для конца апреля. Такой прям чисто белый. Все в белом снегу, короче. Даже не тает, потому что минусовая температура. В общем, камеры здесь не очень крутые, честно говоря. Не особо, да. Не хватает именно резкости, какой-то четкости. Хоть и камера 50 мегапикселей, но все равно на 50 она, честно, не особо тянет. Итак, проверка громкости. Максималку ставлю. Монозвучание. Такой пищалочка, знаете, не сильно громкая пищалочка. Ставлю тройку из пяти баллов. Даже не громкий. Ну и качество среднее. Реально, три из пяти. Ну и аккумулятор уже стандартно, традиционно для многих андроид-телефонов. Пять тысяч. Задник несъемный. Крышка несъемная. Поменять аккумулятор самому будет проблематично, если только полностью не разбирать телефон. Беспроводной зарядки нет, зато есть проводная быстрая зарядка 45 ватт. Заряжается на 70% всего за полчаса. Чтобы зарядить его полностью, понадобится около 50-60 минут. То есть, ну, вторая часть как бы идет дольше. Уже под конец зарядка начинает чуть дольше идти. Ну, где-то 40-45-50 минут вам потребуется, чтобы его полностью от нуля до сутки зарядить. А разряжается он очень долго, потому что здесь нет ничего такого, что прям сильно пожирает батарею. Здесь экран 90 Гц, HD+, не очень мощный процессор. И то есть реально с ним можно отходить два дня без подзарядки. Причем можно еще больше, если включать всякие режимы энергосбережения. Хорошая автономная мобилка. Итого, что я могу сказать. Это неплохой телефон купить своим родственникам, там, родителям, бабушкам, дедушкам. Может быть, в качестве второго телефона. Или, может быть, в качестве, там, телефона ребенку какому-нибудь совсем маленькому еще, которому, ну, не хочется покупать какой-то навороченный телефон. Или просто, знаете, если вам от телефона нужно, ну, просто там банальные какие-то функции, зайти в WhatsApp, проверить сообщения, там, в интернет пару раз, сфотографировать что-то пару раз в месяц, да. Не нужна суперкрутая камера, которая будет и ночью фото идеальной, и днем, и какие-нибудь суперрежимы, там, и широкоугольная камера, и приближение крутое. Если вам вообще от телефона мало чего надо, в принципе, такой телефон можно взять. Какое-то время он проработает, да. Памяти здесь много, батарея хорошая, плюс чехол, пленка, все вот это есть в комплекте, ничего не надо думать, докупать, все уже есть в комплекте, по сути. Можно проводные, можно беспроводные наушники, можно флешку ставить. То есть он очень универсален так. Из минусов могу сказать, что камера не особо здесь хорошая. Звук на троечку. Экран все-таки не Full HD, а HD. И, наверное, что еще? Можно из минусов. Ну, наверное, все. По сути, так, минусов больше серьезных нет. Вот. На этом буду с вами прощаться. Это был обзор ITEL P55+. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!